Дай почитать. Где их искать? Конечно, в зачарованном лесу. На что указывал нам великий знаток фей Уильям Шекспир в своем высшей степени правдивом репортаже под названием «Сон в летнюю ночь». Но, говорят, любят они жить и в воде, и в озерах, и прудах. В мире фей обитает множество разумных сказочных существ. Например, брауни маленькие домовые, богарты – это разъяренные брауни, приносящие в дом сплошные неприятности, гномы коренастые бородатые маленькие сказочные человечки, эльфы, древний народ, воздушный, прекрасный, отличающийся долгожительством. Есть фавны, гоблины, лепреконы, пикси, сиды и тролли. Да и феи бывают, кстати, двух видов. Есть благие феи – веселые, добродушные, беспечные, жизнерадостные. Они готовы дружить с людьми, но, внимание, нам надо проявлять осторожность, ибо феи любят шутить. А есть неблагие феи – мрачноватые создания, которые портят жизнь всем без разбору – и людям, и другим волшебным народам. В книге представлены фотографии Екатерины Плотниковой – прекрасные фрагменты из жизни волшебной страны. А есть и раздел, где представлены произведения мастеров современной эльфийской архитектуры, например, коттедж подсолнухи или березовый домик в весеннем саду. Также мы можем увидеть интерьеры эльфийских домиков ручной работы. Даются советы и по изготовлению террариумов – таких маленьких лесных мерков для крошечных фей. Дорогие слушатели, не поверите, делают ароматы для фей, идеальные ванны для фей, крылья для фей, напитки, чаепития, угощения, например, засахаренные фиалки. Также даются в книге советы, где и как фей увидеть. Главное – расслабиться и пообщаться с духами природы. Кстати, автор этой книги – Кэролин Терджин, редактор журнала о феях. Я понимаю, что выглядит этот рассказ, мягко скажем, странновато, но достоверно в согласии с книгой фей, чудесно изданной «16+.» Эту и многие другие книги вы сможете найти в магазинах «Читай город» по адресам. Преображенское – 65, Ленина – 103А, Луганское – 53 и Волково – 6А. До новых встреч! Дай почитать! 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 Продолжение следует...